Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Paradise Alania. Меня зовут Никита, это Женя. Очень приятно, всем привет! Сегодня мы записываем для вас обещанное видео о том, как Женя со своей семьей в составе трех человек, у него маленький ребенок, переехал сюда, в Аланию, в период от коронавируса. В этом видео будет много чего полезного. Мы расскажем, сколько стоил переезд, какие проблемы возникли при переезде. Покажем много красивых мест, сравним Россию с Турцией, да? В очередной раз. Вот, поэтому, друзья, обязательно ставьте лайк за нашу работу, подписывайтесь на канал, кому интересно жизнь в Алании, кому интересен переезд в Аланию. Ну и поехали! Мы сейчас, друзья, находимся на пляже, пляже Махмутлари. Посмотрите, какая красота! Женя именно сюда ходит купаться, правильно я понимаю? Говорит, что здесь классный пляж, вырезано, да, у тебя здесь получается? Да он еще и бесплатный. Лежаки, то есть все бесплатно, да? Да. В кафе, наверное, еще пиво бесплатно наливают. Если бы, не настолько. Пляж номер 21, друзья, запомните, посмотрите, какая здесь красота. А мы переместимся сейчас к тебе домой, покажем квартиру, покажем комплекс, да, в котором живем. Ты живешь, точнее, живем. Познакомимся с твоей семьей. Ты тоже, как-то в гости, приезжаешь, поэтому все нормально, оговорчик по фрейду. Переходим в светофор. Благо, здесь есть светофоры. Не переходите, здесь пешеходные переходы без светофоров, не обращая внимания на движение машин. Потому что здесь никто не остановится, если вы идете по пешеходу без светофора. Тут бывает, избивают людей. Ну, редко, конечно, но бывает. Потому что люди привыкли, что по пешеходу ты идешь, как будто в биополе в каком-то. Даже у нас не смотрят уже налево, а направо. Смотри, он человек просто будет приезжать на этот штаб. Ну и, друзья, конечно, посмотрите, какая вообще красота вокруг. Я помню, когда только сюда приехал. Ну, ты, наверное, Жень тоже, да, как это бросилось сразу в глаза. Что, зелено? Да, ну, везде вообще супер красота такая. Все ухожено, все подстрижено. Ландшафтный дизайн везде. Ну, глаз, блин, быстро замыливается. Человек такое, существо. Через месяц ты уже такой, ну, нормально. А что здесь такого, да? Просто, друзья, вот кто-нибудь же смотрит нас из регионов, где там уже снег лежит. У меня, например, в Сибири там мама показывает, что уже снег лежит. Ну, как вам вообще? Пишите в комментариях. Классно, нет? Хотели бы жить вот так? Так, сегодня у нас, я вам напомню, 14 октября уже. Да, на улице почти 30 градусов. Ну, Жень, расскажи что-нибудь, как ты здесь ходишь, что где покупаешь? У тебя там возле дома, да, все есть, по-моему? Я могу рассказать людям на зависть свой распорядок дня здесь. Ну-ка, давай. Мы с утра встаем, завтракаем, но причем утро у нас начинается рано, потому что часовой поезд, у нас разница плюс 2 часа сухой. А ты еще не адаптировался до сих пор? Нет, я просыпаюсь по Уфе, то есть, если в Уфе я встал 8, я здесь стою в 6, то есть, у меня утро наступает очень рано. Ага. Вот, мы завтракаем, собираем дочку и идем на море. Мы на море проводим, наверное, часов до 12, у нас время на море. Ага. Сидим какое-то время дома, потом выходим, снова идем на море, либо купаемся у себя в комплексе, ну, там... Ну, сейчас уже у вас бассейны видео закрыли. Ну, вторник, вторник, четверг, субботу у нас работает зимний бассейн, сауна, хамамы и вот это вот все дела. Так. Вот, и мы проводим вечернее время уже там. Но если это понедельник, среда, пятница или воскресенье, то мы вечером снова идем на пляж, либо просто гуляем по Алании. Вот примерно такое расписание у нас. Неплохо, неплохо, да, у вас? Каждодневно. А где вы работаете, Евгения, чтобы так жить? Расскажите-ка нам. Давайте это оставим. Онлайн? Тайный. Онлайн, да? Это онлайн, да. Пойдем, переходим. Оп-оп-оп. Мы сейчас находимся, кстати, в самом центре Махмутлара, вот эти часики. Если вы их увидите, то поймите, что вы в центре Махмутлара, да? Здесь очень-очень много всяких кафешек. И, кстати, очень-очень много. Женя смеется. По одной улице стоит пройти, ты где-то 50, наверное, агентств недвижимости встретишь на своем пути. Просто через один, да, магазин агентств недвижимости. 50-80 где-то, да. Куда именно, ни за чем они столько. Лучше бы кофейню, да, открыли? Да. Идем дальше. Ну, вот так выглядят улочки Махмутлара. Не знаю, кто не видел. Думаю, будет все-таки интересно. У тебя же родители думают, что здесь как? У меня родители думают, что здесь воинственные турки бегают с шашками и сбивают или срубают головы неверным. Да, да. Ну, здесь, видите, совсем-совсем все по-другому. А не тайгера, наверное. Ты, кстати, встретил какой-то, может, негатив уже, ну, вот, отношения по отношению к тебе там что-то было, какое-то, может, пренебрежительное отношение? Со стороны местного... Да, со стороны местных жителей. Абсолютно нет. Я даже удивлен тому, насколько все приветливые здесь. Даже наши соотечественники, казалось бы, да, в России человек, ну, не отличается дружелюбием. Ну, базово. Но он закрыт, потому что если дружелюбные примут это за слабость, да? Да. А здесь, пожалуйста, я остановился, я уж не помню, что-то мне нужно было спросить, где находится какой-то магазин. И женщина отложила все свои дела и пошла, отвела меня до магазина. Мне уже было настолько неловко, да, я такой говорю, ну, типа, можете просто мне объяснить. Да, уже доеду. Я сама такая, нет, давай, ты заблудишься, короче, вот так. Ну, это единственный, то есть не единственный случай, вот, это тот, который пришел сейчас на ум. Так, ну вот мы проходим. Здесь всегда на первом этаже, в любом доме всегда будет коммерческое помещение. Поэтому тут, видите, везде, кто чем занимается. Странно, что в этом доме нет ни одного агентства недвижимости или есть? Оно есть, вон, следующее. Вот это, а, вот, да, конечно, как без него. А вот это нет? Нет. Нет, это не агентство. Но вот в следующем есть, вон, в втором этаже. Так, ну что, мы переходим дорогу. Женя живет вот примерно в этих бело-синих домах. У него такой... Ну, не примерно, а в этом комплексе. Все, идем дальше. Мы приближаемся уже к дому Евгения. Вот он, видите, уже так, как у себя дома идет. Это же мой дом. Здесь, кстати, да, счетчики по электроэнергии, в общем, переоформляют. Вот, что у него здесь есть? Он все время кайфуется вот этой горы. Все время он мне говорит, запиши ее, запиши. Очень красивая гора. Вот 80 агентств недвижимости сразу. До момента, пока я не переехал в Турцию, я не понимал вот этой фразы Никиты о том, что гора каждый день разная. А, да, да. Здесь ты понимаешь это. Действительно, ты выходишь, а она там может быть в тумане, может быть желтая. Да. Вот сегодня она бело-синяя. Ну, то есть, она всегда разная. Все зависит от ее настроения. Да. Так, ну, еще одно, конечно же, агентство недвижимости. Вон, еще одно. Да, в моем доме, по-моему, нет агентств недвижимости. Так, ну и вот, собственно, уже домик. Вон он, балкон Жени. Застекленный. Застеклил. Ну, и застеклился, закрылся, короче. Ну, да, да. Вот, что у него здесь? У него есть здесь суши тайм, кстати, прямо в доме. Братья-казахи держат. Вот, дальше там у нас супермаркет, да, по-моему, 101 у тебя есть. Да, нет, у меня здесь еще рядом. Мигрос там, по-моему, открыли где-то рядом. Мигрос там. Мигрос там, да, открыли. 101, 101. Ну, тут, короче, все. Здесь вино продают? Здесь вино. Да, кстати, вроде казалось, куда маленькая забегаловка, а цены такие же, как в Мигросе. Ну, вот так. Ну что, все, заходим к тебе. Вот Женя, как открывает у нас дверь. Забыл, получается, да, ты эту пипочку. Вот, как всегда, здесь всегда закрытая территория. Ну, как закрытая, да? Так вот можно открыть. Ну, никто... Ну, и везде камеры, кстати, висят. Везде камеры, везде видеонаблюдения. Здесь уже, видите, у них бассейн слили, потому что уже холодно. У них, видите, здесь еще особо солнце сюда не попадало. Я приехал к нему вообще, там бассейн ледяной был уже, сколько там, неделю, да, наверное, назад. А у себя я вчера купался, в принципе, нормально, терпимо. Мы будем показывать инфраструктуру у тебя? Мы пройдемся. Что у тебя там есть? Ну, слили зимний бассейн. Точнее, слили летний бассейн. Летний бассейн, но мы напомнили зимний. И дело в том, что сейчас в Турции, так как идет пандемия, далеко не все комплексы могут похвастаться работающей инфраструктурой. Это камень в мой огород. У нас в оба, в криселах, все вообще закрыто. Я к нему приезжаю, у них тут банька работает, так вот эти горки, все работает. В Махмутлари, в общем, пофиг. Ну, я говорю, здесь Брайтон Бич, здесь, короче, СНГшные наши ребята сами решают, что у них работает, что нет. Так, ну что? Ну, такой небольшой тренажерный зал. Небольшая тренажерочка. Я же тренер Уксу, я видел. Ты же сам уже сюда ходишь, или ты не сюда? Я, оказывается, не сюда. Я купил себе абонемент, здесь неподалеку, прям, буквально в 100 метров. Скоро Женя накачается у нас. Так, ну, здесь я вижу зимний бассейн. Так, открываем. Вот это. Здесь. А, лифт, сразу можно прям домой, да, к себе подняться. Детская. Ну, здесь такая, что это, лаунж-зона, да, чай попить, на компьютере поработать. Здесь, наверное, сидит, а, доктор даже. Здесь доктор, да. Дальше там что? Туалеты. Ну, прям здесь общие. Туалеты. Почта. Причем туалет мужской, женский. Здесь раздевалки. Угу. Не знаю, будет видно или не видно. У нас хамам. Хамам. Он сегодня, наверное, работал, потому что он работал вчера. Вчера тут усили. Раз в неделю, да, работают? Нет. Они работают три раза в неделю. Так, здесь получается... Пожалуйста, не наливайте воду в печь. Все душевые, то есть, все полный фарш. Можем, кстати, вот сюда подойти. Ага. В нашу беседу. Так, здесь, да, беседочка, смотрите у них. Можно барбекю пожарить, шашлычок. Она активно работает два дня в неделю, субботу, воскресенье. Ну, то есть, всем комплексом собираем. Мы можем и сегодня туда пойти. Нет, ну, в любое время это уж... А что мы этого не сделали? Ревшать шутки. Что мы этого не сделали? Не знаю, ты пришел без мяса. Ну, вот, собственно, подъезд. И что мы еще не показали вам? Зимний бассейн, да? А там есть выход оттуда? Конечно. Оп. Ну, такой небольшой, конечно. Не сравнить с нашими кристалл-гарденами. Ну, в принципе, что пришел, покупался. Вода теплая, потрогай. Теплая, теплая. Точно? Мы покупались. Мы каждый день купаемся. Ну, да. Я когда поначалу приехал, тоже каждый день купался. Ну, что, поднимаемся к тебе домой. Покажешь квартиру, хоромы, в которых ты живешь. Пойдем. Сразу обращаю внимание. Видите, они раздеваются, то есть, снимают обувь прямо в коридоре. Никто не своровал обувь. У нас бы, мне кажется, нельзя было так в подъезде, да, ставить? Потому что вот эта часть, она тоже входит в площадь. В площадь. Ну, найки бы твои ушли бы сразу. Наверное. В российском подъезде. Так, ну, что? Ну, что, мини-обзор квартиры, в которой ты живешь. Квартира в Украине 2 плюс 1. Площадью примерно 100-120 квадратных метров. Ну, как в Турции тут считают. Брут-то они нет. У них там все подряд входит. И стены входят. Балконы, соответственно, входят. Кусочек коридора общего. Ну, в общем, вот так. Здесь у нас кухня-гостиная. Прямо справа сразу идет спальня номер 1. Спальня со своим санузлом. Сильно не будем показывать, но так, в целом покажем. В общем и целом. Шкаф для одежды. И свой балкон. Выход на балкон. Такая вот симпатичная спальня. Картину надо поправить. Да, она почему-то... Съезжает? Постоянно съезжает. Так, вот у них отдельный свой балкон. Смотрите, какой классный большой балкон. Причем это не просто балкон, это балкон-кабинет. Здесь очень комфортно, теневая сторона. А, да, здесь теневая сторона. У него есть еще второй балкон. Там теплица получается. Так, ну вот он вид сверху. На бассейн, на соседние комплексы. Видите, вот чем Махмутар отличается вот такой вот плотненькой все-таки, да, застройкой. Мы прям вот это можем сейчас и увидеть. Чуть-чуть получается, что соседи смотрят на тебя. Ну, с этими соседями, вот где деревянный столик, мы просто с утра выходим и здороваемся. Ну да. Примерно в одно время завтра. Ну просто у нас же воспринимают соседей как врагов. Типа, ладно, не буду говорить. Так, ну что, следующая комната. Везде кондиорчики, да, у вас в каждой комнате? Да, здесь тоже санузел. Здесь еще один, да. Общий, да. Эть, общий санузел, наоборот, и выключил. Вот, со стиралкой, со всеми делами. Кстати, так интересный такой дизайн у всего. Застройщик молодец. Вот квартиры, чтобы вы понимали, в Турции сразу продаются. Вот это все было. Ремонт полностью, санузлы полностью готовы. Да, они все одинаковые. Это все уже у вас есть. Почему это? Я акцентировал на этом внимание, потому что я жил в Сочи. Ты покупаешь на новостройке квартиру или снимаешь, и пять лет ты сходишь с ума от того, что со всех сторон у тебя сверлят. Штробят там. Что только не делают. В общем, это прям невозможно жить. Вот. А здесь сразу никто ничего не сверлит, никто ничего не штробит. Заезжаешь и сразу. Это же огромный прям плюс. Кухонная гарнитура вот эта тоже от застройщика сразу все идет. Так, здесь у нас кухня-гостиная. Женя проголодался, наверное, уже. Я за вином полез. За вином. Так. Я все-таки вчера разовился на духовочку. Здесь у нас Лиля укладывает малыша. Ничего, мы пошумим? Здесь, в общем, гладильную вообще она устроила. Эта комната, в принципе, не особо нужна. А, гостевая гладильная. Гостевая гладильная. Если кто-то приедет, да? Да, да. Ну и Никита предложил ее сдавать. А, ну, да. Ну, шуткой. Да, ну и вот второй балкон. Сейчас-сейчас кухня-гостиная с этого ракурса. Ну, места, я не знаю, предостаточно прям. Да, места много. За 30 тысяч просто. В 400 метрах от моря. 400 метров от моря. И за белым зданием у нас... Есть рынок. Субботний он, по-моему, или воскресный рынок. Да, ну, рынок это классно. То есть, ты всегда можешь пойти вот здесь с тележечкой, купить суперсвежих продуктов за супердешево. Вот, например, Лиля, она у нас купила, она еще умудрилась торговаться на рынке и купила баклажаны за одну лиру, за 10 рублей. Килограмм баклажаны. 2 килограмма за 10 рублей? А, то есть по 5 рублей за килограмм. Ну, в общем, вот так вот. А, кстати, еще одна деталь. До приезда в Турцию я не понимал, почему все ходят с этими тележками. А, вот она, да. Да. И здесь в Турции мы уже после первого похода на базар мы поняли, в чем ее удобство. Ну, то есть, да, у меня есть видео одно, где мы с Сериком, сейчас ссылка появится у вас в верхнем углу экрана, где мы с Сериком пошли, что на 500 рублей 7 килограммов фруктов просто набрали. Да, но это абсолютно правда, можно больше было набрать. Мы не торговались, оказывается, и вообще можно было торговать. Я, да, я просто сразу, вот, по которым ценам вижу, по тему покупаю. Ну, в общем, ребят, давайте рассказывайте, сколько у вас получилось расходов вообще полностью, в общем, вообще и целом за весь полностью переезд. Вместе с билетами, вместе со всем, совсем, совсем полностью. Так, наверное, надо по порядку рассказывать. Давай. Для того, чтобы сюда переехать, мы понимали, что мы переедем сразу на год. Здесь виза дается только на 3 или на 2 месяца. На 90 дней, на 3 месяца. На 90 дней, да. И мы знали, что нам нужно будет получать ВНЖ, вот, и для этого нам нужны были документы. Так как мы состоим официально в браке, у нас дочь, нам нужно было перевести документы в международный стандарт, называется апостиль. Подтвердить, да. Ну, подтвердить, в общем, эти документы. Это вы делали в Уфе? Да. Да. И этих документов было два, да, то есть свидетельство о регистрации брака и свидетельство о рождении дочери. Так. Вот. Две штуки, каждая стоит 2,5 тысячи, то есть от того 5 тысяч. Соответственно, если у вас детей больше, то прибавляйте еще 2,5. Угу. Так. Значит, сами билеты сколько стоили? Билеты нам обошлись в 30 тысяч. Мы летели прямым рейсом из Казани в Анталию. Мы, правда, еще добирались до самой Анталии на машине. До Казани. До Казани мы добирались. Из Анталии, да, на Аниме мы добирались, да. Да. Вот. Я уж дорогу эту считать не стал. Ну, там, может быть, 3,5 тысяч, может быть, это. Ну, мы там как раз в конце прибавились. Это не суть. Угу. Да. Трансфер, значит, по прилету сюда, так как мы приезжали на постоянное место жительства, мы взяли очень много вещей, плюс у нас ребенок. Угу. Вот. Мы понимали, что мы не хотим ехать в общество. В общем, трансфере или там... Ну, на автобусе. Да, на автобусе, еще там что-то. И мы нанимали отдельный трансфер. Приехал минивенчик, мы все туда погрузили, у нас довезли прямо до квартиры. Сколько стоило? Это стоило тоже 5 тысяч рублей. Там 4 800 с копейками, ну, а рублей до 5, потому что ну, кто-то, кто-то где-то найдет подешевле, подороже. Угу. В общем, это все 5. Мы сейчас говорим про ровные цифры, то есть, чтобы это было удобно при подсчете. Далее квартира. Квартира стоила у нас 30 тысяч рублей. И, естественно, за один месяц мы заплатили. Плюс 30 тысяч рублей. Здесь такая система, чтобы платить ровно 100% риэлтору. Риэлтору? Да, 30 тысяч рублей. И еще, так как наша квартира находится, ну, так, в центре Махмутлары, и там очень много вводных было, и все работает, и так далее, и сама квартира была хорошая. С нас попросили депозит не за один месяц, а за два. А, сразу за два. Да, сразу два месяца, это еще 60. То есть, у вас 3 на 4, 120 тысяч только ушло на аренду. Ромость, да, вышло там 120 тысяч, но здесь нужно понимать, что этот депозит, он возвращаемый. То есть, если все с квартиры нормально, то его потом тормят. Ну, здесь еще нужно понимать, что я, например, риэлтору заплатил чуть меньше, например, в половину, наверное, меньше. Вот, и квартиру снял, у меня был депозит за один все-таки месяц. Вот. Ну, у вас, конечно, по максимуму, я могу сказать, так вышло. Ну, по максимуму или нет, судить, наверное, все-таки, да, тебе, но, по-моему, один из владельцев квартиры выставлял нам условие, что ему надо сразу за год с ним. Бывает, да, что здесь прям за год они хотят, но это прям они уже... Да. Как вы поняли, мы с ним не работаем. Угу. ВНЖ. Здесь это очень такая скользкая дорожка подсчета стоимости ВНЖ, потому что, как мне объяснили, там для каждого человека он будет стоить отдельных денег. Подожди, а ты сам делал или кто-то тебе помогал? Нет, мне помог риэлтор, который помог нам снять эту квартиру. Угу. Вот, но, тем не менее, приблизительно, то есть, мы советовались и спрашивали у других людей, кто точно так же делал ВНЖ. Угу. Цена плюс-минус выходит такая же. Ну, разбежка может быть в одну, в две, там, может в три тысячи рублей. Сколько? Десять тысяч рублей на одного человека, соответственно, ребенок, который считается, это еще тридцать. Угу. Давай нам нужны и давай-ка закупимся. И мы закупились почти там на семь, ну, то есть, суммарно там на семь тысяч. То есть, мы собрали там аптечку. Но надо сказать, что сюда, когда мы приехали, все нормально. Здесь все продается. Ну, я хочу вам сказать, что еще здесь лекарства все настоящее, здесь очень задело с этим строго. Да, мы уже столкнулись с тем, что мы там покупали, я уж не помню, что... Ну, что-то из медикаментов. А дороже здесь лекарства или дешевле? Или так же? Нет, так же. Давайте мы посчитаем и давайте добавим еще туда все-таки переезд из Уфы в Казань, да, и накинем три тысячи рублей, и тогда у нас получится ровно двести тысяч. Ровно двести тысяч рублей получается. То есть, если сейчас подвести, это апостиль пять, билеты тридцать, трансфер пять, риэлтор тридцать, квартира тридцать, депозит шестьдесят, ВНЖ тридцать, аптечка семь и дорога из Уфы в Казань три тысячи рублей. Ну, да, Женя просто такой человек, что он любит комфорт, можно, конечно, там было что-то заморочиться, там неделю что-то поездить здесь, по вот эти варианты посмотреть, но он все-таки был с ребенком, ему надо было все срочно, плюс там, ну, не так вот, что это экономия, это важна в таких вопросах, главное, чтобы потом комфортно жилось. Поэтому он человек отдал во вселенную, и ему вернется еще больше. Я могу сразу вам сказать, на чем можно сэкономить, можно сэкономить на билетах перелета, однозначно, то есть, если вы не из Москвы, и просто вам нужно добраться, вы можете долететь до Москвы, и из Москвы в Анталию, это будет дешевле. Вы можете сэкономить на риэлторе, вы можете найти собственника квартиры, тогда за риэлтора платить не надо, и можете сэкономить на депозите, и там суммарно выйдет в 1080. Можно найти вообще без депозита, но это прям сложно, но можно заморочиться, и реально там прям в два раза меньше, наверное, уменьшат вот эту сумму. Да, вот эту сумму, то есть до 120, я думаю, абсолютно реально можно ее уменьшить. Так, ну что, по этой теме все понятно, друзья, надеюсь, было полезно. Следующая тема, это с какими проблемами столкнулись вообще при переезде, что-то там у вас, какая-то история там была? Проблема была непосредственно с риэлторским агентством. И с квартирой первой, которую мы должны были... Я вам могу показать сейчас свой списочек, он выглядел вот так, это первоначальный список, он потом расширился до 12 пунктов, я его сделал после того, как подал объявление, и мне начали просто присылать огромное количество объявлений, которые совсем мне не подходили. Ну, то есть, Женя, да, выставил какие-то свои условия, в Facebook, да, ты написал, по-моему, типа, ищу квартиру в аренду, и мы начали риэлторы всякую фигню, короче, все подряд скидывать, ну, вот они любят это дело. Да. Я потом просто составил этот списочек, там он из 12 пунктов состоял, где я написал, что первые 8 это обязательные пункты, ну, да-да-да. Да, и последние 3 типа, или там не 3, 4, они могут и не быть, но тогда мы отнимаем по 100 лир. Ну, короче, ты выпендривался, да, когда находился в Уфе, я такой думал. Ну, там типа, наличие Wi-Fi, то есть, не так важно, то есть, ну, вот такие вещи. В конечном счете мы нашли квартиру, которая нам понравилась, это была первая береговая линия, мы договорились с риэлтором о стоимости этой квартиры, мы прилетели сюда, доехали до нее, и выяснилось уже внутри квартиры, что собственник квартиры не готов и не согласен торговаться. А, торговаться и согласен? Я думал, он вообще не знал, что квартира сдаёт. Нет, это как было. Скорее всего, скорее всего, и не знал, что вообще квартира сдаёт. Мы видели эту квартиру, а я всегда хотела жить, чтобы я выхожу и вижу вот море через дорогу. Мы нашли эту квартиру, но она стоила дороже, чем я готова была согласиться. Я говорю, мы будем эту квартиру снимать, но только она должна быть дешевле на 200 лир. Я говорю, торгуйся, либо да, либо нет. 200 лиры даже не скинули? Нет, не скинули. Нет, нет, скинули, но уже в квартире. Но в итоге не скинули, да. И он говорит, да, всё, мы договорились. Я думаю, ну как-то странно, как быстро 200 лир. Ну, скинули, учитывая, что это первая береговая, там хороший дом и прочее. Ну и вот, и вот нас всё же не сожидал. Там условия даже не такие были. Я не просто скинул 200 лир, я сказал, что мы скидываем 200 лир и ещё Айдат. Айдат туда ещё входит в эту стоимость. То есть Айдат там стоил что-то в районе там 40-50 евро. То есть это довольно ужительная стоимость. Там, по-моему, в том доме не работает инфраструктура. Ничего не работает, кроме бассейна летнего. О чём, естественно, агентство помолчало? Ну, я же тоже, когда приехал, чуть не снял в этом доме. А потом я начал работать такой, думаю, вот жуки. Они типа такие, дом, говорит, новый. Да, да. Тоже вам так говорили? Я смотрел на дом, там фасад уже весь облетел. Я такой, ну понятно. Ну и перестал с ними работать. Ну, в общем, давайте так, кратенько, чтобы не затягивать. В общем, можно столкнуться с такими проблемами. Будьте готовы. Связывайтесь с супернадёжными риелторами, чтобы у вас всё было чётко. Либо вообще по-другому поступайте, если у вас нет привязки к маленькому ребёнку или ещё там что-то. Туром, да? Приедьте туром и нормально найдите себе там недели достаточно, ну, более чем, чтобы найти квартиру. Да, ну у вас, я говорю, ребёнок, вам просто надо было прям сразу заехать. Ну, да, и нам нужно было, чтобы были конкретные пункты, которые нас устраивали. Ну и, друзья, если вы приезжаете туром, вы сразу можете вычитать сумму трансфера. Допустим, у вас билет-перелёт будет намного дешевле. Ну, такой лайфхак, да? Прилетайте туром здесь, в общем, находите квартиру и переезжайте, если вы по аренде. Да. Так, 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 четвёртое. Какие документы? А ты уже про документы нам, собственно говоря, и рассказал, да? Ну, в самом начале. Опостили и остальное просто загранники, в принципе, всё, да? По большому счёту. Чтобы ВНЖ получить здесь каких-то ещё отдельных документов. Всё получается здесь. Налоговый номер, пошли страховку, всё это здесь. Да, это всё получается здесь. За сколько вы вообще ВНЖ сделали? Часа за два? Ну, я где-то два часа потратил. Наверное, да. Да, можно было быстрее. Можно было, да, но это бы уже стоило дороже. Так, как ребёнок перенёс у нас, у меня в ВИСе, здесь подсказочка. Да. Да, вот многие, я думаю, люди зададутся этим вопросом. Два с половиной месяца всё-таки. Да, мы... Шестнадцать часов дороги. Семнадцать часов. Семнадцать. Ещё, да. Мы были семнадцать часов дороги. Ей, конечно, было тяжело. Но так как она маленькая, мы её покормили, усыпили, покормили, усыпили. И поэтому она, наверное, легче, чем мы все перенесла дорогу. Самолёт? Что, он нормально? Да, идеально вообще. Она не знает, что надо бояться самолёта, как я. Да, она просто просыпалась, спала, чуть-чуть капризничала. И в самом конце она устала, а так... Ага. Потому что мы должны были в это время её купать. Мы в это время её купаем, мы её кладываем спать. И она говорит, ты что, где там моя ванна? И всё, и у неё началось. Ну да, и представьте наше ощущение этой ситуации, когда у нас ребёнок плачет. А тут ещё и выясняется, что квартиры нет. Что квартиры нет? Да. И меня ещё в городе нет. Я вообще в Сочи, я бы хотя бы вам помогал. Никиты не было, да. Одно на другое наложилось. Вот вы мне ещё, кстати, говорили сразу, вот это следующий пункт, плавно переходим, что вот я только когда приехал в Сочи, вот такие ребёнок здесь типа вообще спит с кайфом, с таким. То есть не как в Уфе, как-то он там по-другому спит, я не знаю как. Да, она просто ложится и засыпает, всё. Ей не нужно там её качать, что-то делать. Она сама веселится, смотрит вокруг, всё зелёное, всё красивое. Люди любят, так детей здесь вообще прям. Они подходят, говорят, можно мы поцелуем ножку, там лирочку. Эти мы, пожалуйста, поддержим, особенно в пещере. Блин, для наших это странно. Типа ты что-то хочешь, да? Да, у Жени был случай, что он стоял на пляже, да. Он стоял на пляже и просто к нему, ну, там мужчина сидел, он говорит, ну подойди, говорит, сюда. Да, двое. Двое мужчин там, я так понял, что это отец и сын. В общем, они его пригласили, он сел, они говорят, блин, такая классная, можно мы её на руках подержим? Женя говорит, нет, нельзя. Я не так, не лироско, не сказал. Да, блин, ну это непривычно для нас. Да, умы-то непривычно. Я бы тоже не дал. Ну давайте, говорит, хоть там поцелую, там ножку или ручку, или вот ты гуляешь, и все так заглядывают, говорят, ой, какой ребёнок прям. Так здесь я, кстати, ещё что заметил, что у нас в основном в России матери, да, вот с ребёнком на руках ходят, уже с большим, с маленьким. Здесь везде папы именно, вот они, что-то как-то так. Так здесь это прикольно. Здесь институт семьи, я говорю, развит вообще больше, чем у нас. У нас как, здесь и уважение к старшим, здесь вот это всё осталось, что у нас советское время, как мне мама рассказывала, было. Ну, у нас что-то куда-то это всё ушло, здесь оно всё осталось. Здесь ещё уважают, что там мама с ребёнком, ну прям вот другому относятся. Как у нас, что это твои проблемы, прям проходите там. Помогу, да, там. Помогу, да, я гуляла, у меня просто отвалилось колесо в коляске, там мужчина подорвался, остановился, всё хорошо, покатал, и я вот и пошёл. Да, нет, это правда, это правда. И ребёнок себя чувствует хорошо. Причём, причём ведь хорошо относятся... А почему переехали-то вообще вот с ребёнком, да? Из-за ребёнка. Из-за ребёнка переехали? Да, потому что мы её одеваем, шапочки вот это всё время. То есть в России сейчас она была бы в шапочке, в шерстяных носочках, там внутри ещё что-то было. Это сейчас я её одела, потому что сквозняк. А так она ходит, ну, раздетая, раздетая ребёнка ходит, да. Сколько у нас надо, посмотрим, сколько градусов. Поэтому, да, только из-за неё. Ну, в Уфе сегодня 15 градусов, а ночью будет минус 3. Ну да, всё. В общем, ну что, переходим сейчас на следующий пункт и перемещаемся, Женя, с тобой уже, наверное, на пляж. Лиля, спасибо, ещё мы в конце видео с тобой ещё увидимся. Ага. Мы вернулись на пляж, сидим вот в кафе, на пляж, с которого всё начиналось. И у нас 6 вопрос, Женя, такой очень ёмкий вопрос, разница между Россией и Турцией, да, всё-таки? Скорее, здесь будет разница между Уфой и Алани конкретно. Вот, Жень, поведаешь нам, какие у тебя за месяц уже плюсы-минусы? Начнём, наверное, с минусов и закончим всё-таки плюсами. Какие минусы уже ты понял, проживая здесь месяц? Так, ну давайте начнём, наверное, с очевидного. Но здесь сразу надо сделать оговорку, что я, наверное, говорю и сравниваю это для людей, которые понимают, что такое большой город. В Уфе, это наш город, откуда мы сюда переехали, нет абсолютно никакой проблемы с выбором места, где ты хочешь поужинать, там, допустим, вечером. И разнообразие кухни, разнообразие выбора. Заведений, да. И там огромное количество заведений, магазинов. Кофейни. И куча-куча-куча всего. Здесь есть иллюзия выбора, что называется. Да, Никита очень любит это выражение. И здесь, находясь, ты понимаешь, что это такое. Иллюзия выбора выглядит примерно так. Ресторанов здесь огромное количество. Ну, то есть невозможно, язык не повернётся сказать, что их здесь не хватает. Очень много, но они все как под копирку. Друг у друга меню списывают. Я, да, вот вчера тоже сидим в Алании на третьем этаже. Везде одинаковая кухня. Всё, вот этот гриль, везде повсюду один и тот же гриль. Ну, откройте вы какую-то европейскую кухню, откройте вы какую-нибудь китайскую кухню, русскую кухню, да. Как-то разобрать здесь своё меню. Вот они везде вот этот гриль пихают свой вот одно по одному. Вот действительно иллюзия выбора. Заведение масса, но везде всё одинаковое. Что ещё? Без минусов. Я, ну давай, продолжим эту историю. Я столкнулся с тем, что я не смог купить себе чашку кофе. Ну, в общем. Ну, нужно было поискать. Нужно прям было не просто поискать. Нужно было прям поспрашивать у людей. То есть просто так найти на улице у меня не получилось. Точнее, вру, получилось. Но потребовалось довольно длительное время для этого. И кофе был довольно среднего качества. Ну, потом я тебе подсказал, где нормальный. Да. Ну, ладно. С этим понятно. Дальше. Ну, наверное, давай расскажи, как ты интернет подключал. Да, это всё одно к одному. Одно к одному. Сервис в Турции, конечно, оставляет желать лучшего. Значит, он же... Тут как это всё происходит? Ты приходишь к провайдеру и говоришь, я хочу подключить интернет. Они такие говорят, всё классно. Друг, брат, давай сюда деньги. Ты спрашиваешь, а когда подключат? Он говорит, ну, 8-10 дней. Ты говоришь, почему так? Что происходит? Они такие, ну, типа, много заявок у нас там туда-сюда. В итоге реальное количество дней, к которым я подключали интернет, наверное, вышло где-то 15, может быть, 16 дней. У нас была ещё проблема с подключением самого комплекса. Ну, то есть, там, в общем, проблема одна вытягивала другую. Это то, что касается сервиса. Интернет, кстати, тоже заставляет желать лучшего. Это в целом, наверное, проблема в Турции. То есть, также, наверное, в минусы можно занести дорогую мобильную связь. Вот, дело в том, что здесь без вида на жительство невозможно купить сим-карту, которая устраивала бы вас, ну, вот, опять же, искушённых России людей. Вот, она, это всё... Я с видом на жительство не могу купить себя, чтобы меня устраивало. Здесь, да, ну, здесь нет безлимитного интернета, как мы все привыкли. Я вот в Сочи недавно летал, прям кайфовал и такой... Ну, то есть, через мобильный вот этот интернет такой... При этом интернет... Листаю, листаю Инстаграм и такой, думаю, блин, кайф, у меня сейчас не закончится. Здесь ты покупаешь пакетами, там, 8-16 гигабайт. Ну, и примерно это выходит, там, 8 гигабайт турбцели я покупаю, ну, где-то 500 рублей. Ну, за 500 рублей я, там, на Билайне в России, то есть, там, максимальное количество услуг. Ещё и интернет у тебя, да, будет дома, домашний. Да. Всё прям вместе. У нас с этим делом, да, я всё время повторяю в своих видео, что по диджиталу, по вот этим всяким штукам электронным, мы прям, не то чтобы впереди планеты всей, но мы достаточно в России, у нас на хорошем всё это дело уровне. Этого тоже, вот мне лично не хватало, чтобы зайти в Delivery Coin Club, заказать еду, зайти в Яндекс.Такси, заказать такси. Ну, вот этого, действительно, мне не хватало. С этими минусами я тоже согласен. Что ещё? Так, что ещё? Я должен был сюда приехать на машине, но в какой-то момент получилось так, что все границы и все пути привоза автомобиля были перекрыты, ну, о каких-то я не знал. И я такой думаю, круто, приеду в Турцию и буду, значит, всё это время такой под шофе ходить. Думаю, ну, типа, под венцом там туда-сюда. Да, в общем, тоже мои иллюзии вот эти вот постоянного такого, как это, амбре, они разбились об цены, значит, в магазинах на алкогольную продукцию. Они, наверное, как минимум вдвое, да? Ну, в два раза дороже. В два раза дороже, чем в России. То есть, те люди, которые любят вино, прекрасно понимают, о каких ценах сейчас идёт речь. Вот, и не пью вино. Ну, это же хорошо. Такой себе, да, минус, друзья? Но для меня, мне здесь скучно, вот честно говоря. Я парень холостой, там, с недавних пор, ну, как год назад, стал холостым. Переезжал сюда, я не думал, что буду холостым. Вот, здесь реально скучно. Для людей, у которых семья, вот маленькие дети, это вообще красота. Для пенсионеров, ну, я не знаю, это очень лучшее место, я не знаю, может и нет. Учитывая цены на продукты, учитывая экологию, учитывая доступность вообще всего здесь. Ну, вот такой небольшой вывод от меня. Ну, и сейчас мы ещё с Женей резюмируем вообще в целом всё наше видео. Так, ну что, Жень, резюме, да? Всё-таки сложно ли было переехать? То есть, есть ли какая-то проблема вообще в целом, не пожалел ли, наверное, о переезде, наверное, так? Ответь нам вот на вот эти вопросы. Ну, давайте так. Если у вас есть возможность работать удалённо, это же тоже очень важно. Потому что здесь вы вряд ли найдёте работу такая, которая вам будет нравиться. Сто процентов. Вот. И если у вас есть большое желание переехать, то... Жить на море. Да, жить на море, то это, как вы поняли, стоит не таких больших денег. То есть, в целом, 120 тысяч – это, наверное, ну, средний чек слетать в пятизвёздочный отель сюда в Туршку. Правильно ли это? Но только здесь на неделю. Ну, то есть, вся ваша мечта, вся ваша мечта стоит, на самом деле, 120 тысяч примерно. Ну, а если, да, урезать все вот эти вот лакшери моменты, то, наверное, да. Ну, сейчас мы говорим о том, что если вы будете, конечно, арендовать квартиру, если вы хотите купить, то здесь, конечно, вообще прям проще. Ну, а как вообще адаптация прошла была? Или там что-то как-то сложное, там языковые вот эти барьеры как-то там... Да, вообще нет. ...стулками, как там вообще всё это? Вообще нет. Я помню, что Никита, когда я спрашивал у Никиты, Никита советовал обу, но не получилось у нас как-то в обе снять квартиру. И мы сняли в Махмутлар. В Махмутларе я говорю так, что из 10 встречных людей, 8 из них будут говорить на русском языке. Ну, да. Здесь проблем... Ну, здесь бывает такое, что ты там встречаешься с неким языковым барьером, но Google-переводчик как бы решает все вопросы. В общем, ничего сложного на самом деле нет. Правильно? Абсолютно. Вообще всё просто, всё легко. Абсолютно. Ну, мы ни разу не пожалели пока, что сюда переехали. Наоборот, счастливы. И мы не знаем, что будет завтра. Мы знаем, останемся мы в Алании, в Турции, или уедем обратно в Россию, или переедем в другую страну. Но на сегодняшний момент нас всё устраивает. Ну, хорошо. А вот там море, кстати. Ну, да. Вот за тем чёрно-жёлтым домиком уже море. Да, тут видно, как плескаются луны. Друзья, на этом всё. Надеюсь, видео классное, информативное получилось. Ещё раз не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, кстати, что вы об этом думаете. Может, у вас есть тоже там своя какая-то история. Может быть, есть какие-то плюсы, минусы. Пишите обязательно в комментариях. На все ответим. Женя даже непосредственно зайдёт тоже на канал и ответит вам на какие-то вопросы. Может, есть вопросы по переезду с ребёнком, да? Какие-то, которые мы вам не расчисляем. Да, вы пишите в комментариях. Я все комментарии читаю и отвечу вам обязательно. Ну, всё, друзья. Всем пока из солнечной Алании. Ну, надеюсь, уже увидимся здесь, если вы мечтаете о переезде на море. Всё, всем пока. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok